этот ролик нам наверное расскажет о том что россия это орда с чем я конечно абсолютно не согласен русские земли в составе орды можно и считать москву наследницей улуса джучи 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 давайте посмотрим ренат хабибуллин насколько я помню этот чувак у нас уже много раз был кстати давайте посмотрим друзья мы много говорили о татарских государствах после распада золотой орды однако есть территория которая стала чуть ли не главным действующим лицом на пост ордынском вообще на месте татар я бы себя перестал называть татарами потому что вообще настоящее название народа до который мы сейчас называем татарами это булгара то есть была волжская булгария точно древнее государство гораздо более древние чем казанское ханство почему то вот многие татарские националисты помню только казанское ханство забывает про волжскую булгарию которая располагалась практически там же да то есть не совсем ясно но не все это забывают не все некоторые помнят да 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 мудовенный просмотр вот он у нас у нас просто очередь из мгновенных просмотров с недавних пор у нас теперь по второй очереди мало кто заказывает а вот по 50 рублей за минуту стали заказывать практически все а странствие это великое московское княжество в этом видео мы хотели бы разобраться какой степени россия может читаться наследницы золотой а ты так стоп великое московское княжество где-то мы была на пост ордынском пространстве это великая московской так ну это московское княжество но не все русские земли давайте так там дальше он рязанское княжества муромская В этом видео мы хотели бы разобраться В какой степени Россия может считаться Наследницей Золотой Орды Алга Отношения Московского княжества и Золотой Орды Всегда привлекали большое внимание Как исследователей, так и всех интересующихся Русской средневековой историей Это неудивительно, поскольку становление Московской Руси Предшественницы Российской империи И в конечном счете современного российского государства Происходило именно Предшественницей Российской империи Было русское царство Все-таки русское царство Да, пожарский Тогда, когда Северо-Восточная Русь Соседствовала с Ордой Государством, в зависимости от которого Находилась середина XIII века Само возникновение Московского княжества Его территориальный рост и усиление В движении на ведущие позиции в Северо-Восточной Руси Объединение под властью московских великих князей Значительной части северных русских земель Происходили на фоне отношений с Ордой И в тесной связи с ними В 30-40-х годах XIII века В результате монгольского Нет, настоящий провокатор У тебя внешность, она монголоидная Поэтому я не зацепился Только за однищие каких-то десятых Воднокиселей и так далее Вот, то есть У тебя именно такие черты Которые могут быть только у татарина Только у монголоида Именно Потому что татары бывают разные Бывают монголоиды, бывают европеоиды У тебя именно не европеоидные А монголоидные черты Вот в чем прикол Но при этом это неплохо То есть я не считаю, что это проблема И так далее Вот у меня жена, к примеру, татарка Но у нее не европеоидные тип внешности А монголоидные тип внешности Просто само слово татары Оно, я так понимаю, пришло все-таки Из названия этого народа русскими Потому что, к примеру, азербайджанцев Раньше называли тоже татарами Кавказскими татарами Или закавказскими татарами Крымские татары, опять же Это не те самые татары, которые в Поволжье Понимаете, да? То есть татарами называли Вот просто самые-самые разные народы Которые между собой все-таки отличаются Поэтому я говорю, что Если говорить о татарах Поволжье То, наверное, корректно было бы Говорить о булгарах И есть такая Не просто теория Есть движение Среди татар Которые хотят, чтобы их называли булгарами В принципе, это корректно было бы На мой взгляд Которые как единый русский улус И в то же время как совокупность Княжеств улусов Монгольской империи Потерпевшим жестокое поражение И утратившим независимость правителям Руси Пришлось признать, что отныне она стала землей Батыеви То есть подвластная великому монгольскому государю Каану А также хану завоевательу Бату Подчиненность выражалась главным образом выплате дани Ордынского выхода В ханской инвестиктуре князей В контроле над их политикой И в периодичном привлечении князей К участию военных походов ханов Формальный статус великих и удельных князей Как правителей Определялся их обязанностью Ну бывало и так, что Когда князья между собой воевали Одному из князей могли помочь Монголы Да, а бывало так, что Сами князья участвовали на стороне монголов В походах Карательных походов против своих же собратьев Об этом не принято упоминать Потому что красивее гораздо Рассказывает сталинскую картину мира Где, соответственно Вот С западом мы сражаемся Там, значит Александр Невский, да Бьет тефтонцев и так далее И вот это извечное противостояние с западом А с востоком на все хорошо Но по факту По факту получается, что Русские князья Участвовали в карательных походах Золотой Орды Против своих же собственных собратьев То есть помогали Золотой Орде собирать дань Ну вот как-то так Об этом стоит упоминать Для того, чтобы разрушить сталинскую мифологию Это сталинская мифология Ну, народ существует по имени Болгары А Булгары Еще пока Еще себя пока не обозначили Это не только мое мнение Настоящий провокатор Это мнение тех людей С которыми вы общались долгое время в конферме Ну и как территория, подчиненная хану На протяжении первого столетия иго Сложилась устойчивая формула Отражавшая этот дуализм К примеру, по известиям летописей В 1349 году Литовский князь Альгерд с братьями Напав на московские владения И спустошили Улус его Имелся в виду Улус Дженебека И великого князя-отчину Таким образом Область, находившаяся под управлением Какого-либо русского князя Расценивалась как ханский Улус Только во вторую очередь С точки зрения ордыских сюзеренов Как княжеская отчина И сам князь имел статус ордынского улусника В период существования русских земель Во главе с московским княжеством В системе государств наследников Улус Джучи Имеется в виду с 15 по середине 16 веков Прослеживаются следующие тенденции Сохраняется иерархическая Все более номинальная подчиненность Великих князей ханам Большой Орды И в дальнейшем, после падения Большой Орды Владителям Крыма Московский государь имел промежуточный статус Между чингвизидами сарая до его падения Крыма, Казани и, очевидно, узбекской державы С одной стороны И ногайскими, косыновскими И, возможно, астраханскими И сибирскими правителями с другой Если по отношению к первой группе сюзеренов Формальный висцелитет великого князя Практически не оспаривался И подтверждался выплатой дани То с царями и князьями младших ханств Шла скрытая полемика о старшинстве Для поддержания своего ранга улусного владителя Великий князь должен был бы Обустраивать двор и государство Соответствующим образом В конце 14-го и на протяжении 15-го века Обозначились новые явления От взаимных контактов русских и ордынских властей Стал практиковаться отъезд татарских правителей И их людей на Русь Где им предоставлялись города и области Для поселения и кормления Фактически, великие князья С начала 15-го века, в основном московские Отводившие пришельцам иногда По их указке земли в своих владениях Превращались по отношению к ним в сюзерен Тем не менее, великие князья Продолжали номинально пребывать В системе ордынской иерархии Как ханские вассалы-даники Правители царев Рулуса и княжи-водчины Любой чингизит, отъехавший на Русь для поселения Уже в силу своей принадлежности К правящей династии Джучи То есть к высшей категории татарской знати Имел право требовать И получал соответствующую часть Дани А иногда и территорию С которой собиралась эта часть в его пользу Данное несоответствие между фактическим положением Московских князей, как сюзеренов И их формальным рангом данников Проявлялось в частности В их контактах с Касымовским царством Землей в Мещоре Предоставленный Василием II Касыму Сыну Улуп Мухаммада В 1345 году Причем предоставленный не для условного держания Как султану-эмигранту А в виде своеобразной контрибуции Наложенной Лук Мухаммадом После разгрома, нанесенного его сыновьями Московскому войску в 1445 году О Касымовском ханстве Смотрите на 16-й выпуск А также выпуск номер 24 О начале истории Казанского ханства Начиная с 30-х годов 16 века Московское руководство Начинает постепенно вмешиваться Во внутренние дела Касымовского ханства Вводя элементы параллельные Подчиняющиеся москве Это все замечательно Но все на самом деле гораздо проще Вся дань, которая шла С русских княжеств в Орду Шла через Москву И часть там, по всей видимости Оседала Тем самым укрепляя Финансовое положение Москвы И укрепляя Москву Как самое в дальнейшем Сильнейшее княжество Самое в дальнейшем сильнейшее русское княжество Собственно, это и предопределило Усиление Москвы Ее особую роль Во взаимоотношениях с Ордой Та роль, которой не было У других княжеств Это именно То, что определило Возвышение Москвы Над другими русскими княжествами В дальнейшем Объединение Так называемое Объединение Руси Под руководством Московского Государства Москвы Вот В этом плане То, как Русь Стала Одним государством Да Влияние Золотой Орды Несомненно Но это влияние Не прямое Это влияние Очень-очень косвенное Потому что Никто его не программировал Никто его Не планировал Ну так вот получилось Вот через Москву Все Через Москву Все деньги шли Вот А через что деньги идут Вот в этом плане Кстати говоря Даже в современной России И в советском время Оно не в Российской империи Действительно Все деньги Все Все самое важное Все документы Документы оборот Денежный оборот Идет через Москву Да Вот здесь вот Что-то похожее Можно найти В эпохе Когда существовала Золотая Орда И когда Москва была Зависима от Золотой Орды Была данником Золотой Орды Здесь соглашусь Но Все-таки Исходя из этого Считать Москву Наследницей Или Считать Русскую политическую культуру Ордынской Я бы не стал Это слишком слабое основание Для этого Администрации Однако Наиболее рельефные Эти нюансы Выступают На втором этапе Развития царства После взятия Казани Несмотря на то Что практической необходимости Существования Касымовского ханства После взятия Казани Уже не было Оно просуществовало На территории России До 1681 года И это не историческая случайность Москва стала Основным политическим Наследником Золотой Орды Образ Примеры ее Были тем своеобразным Маяком Она стала таковой Потому что Это было неизбежно Она же была Ключевым Актором Во всей этой Системе взаимоотношений Естественно Она таким стала Но сказать Что это наследница Прям в каком-то Прямом смысле Скажем как Ну я не знаю Второй рейх Был наследником Первого рейха Да Но здесь Совершенно другая история Эта преемственность Она другого характера Она очень косвенная Скорее Возвышение Москвы Оно опосредовано Теми взаимоотношениями Которые сложились У русских княжей С Ордой Вот и все Которым стремилась Москва Русские князьявы Создали структуру Модель золотого Орденского государства На роль которого Претендовала Московская Русь Золотой Ордей Коркоязычное население Было объединено На одних условиях А русские земли Имели особый статус Они были частью горды Но государством В государстве Такую же участь Василий II И Иван III И последующие Российские правители Уготовили Косыговскому ханству К тому же Стратификация дворянства В русском государстве Определялась Последний третий 15 века Принцип территориально-уездной Корпорации Работал Россия кстати Точнее Еще даже Русское царство Очень успешно Буквально Съело Татарское дворянство Впитало его в себя Сделало своей частью То есть Русское Татарское дворянство Татарское знать Она превратилась В российскую знать Как это Неудивительно И менять что-либо В социальном Материальном И организационном Устройстве дворянства Из-за постоянных войн Было просто некогда Переселенцы Из татарских ханств Так и были Жители Косыговского ханства В совокупности С двором великого князя Стали основным источником Татар-монгольского влияния На Русь Уже в течение Первой половины 14 века Отмечает исследователь Островский Московские князья Вели политическое управление Основное в целом На примере улуса Джучи Заимствование От джучитов Система управления Была вызвана Частными поездками Московских князей в сарай Светская администрация Продолжала рассматривать Практику степных ханств Как образец Даже после 1502 года Когда Большая Орда Признала суверенитет Крымского хана В этих условиях Исход стояния на Уре 1480 года Поначалу не был воспринят Современниками Как окончательное прекращение Зависимости от Большой Орды Бескровное завершение конфликта С ханом Ахмадом Продемонстрировало Прежде всего Военную мощь Московского княжества По-прежнему Москва сохраняла за собой Обязанность платить Ордынский выход Эти платежи Оговаривались В завещании Ивана Третьего А также в грамотах Его сыновей Князей Василия и Юрия 1504 года Есть также данные О позднейших Подобных выплатах При Василии Третьем И Иване Четвертом Более того Вплоть до середины 16 века В среде натарских сановников Бытовало убеждение Будто традиционно Вся страна От их границ На север, на запад До самого города Москвы Да и сама Москва Принадлежала им Реальные плоды Освобождения Руси Ну, представлять можно себе Все, что угодно В принципе И стали проявляться Лишь через несколько лет После событий Стояния на Угре Это случилось в 1487 году С водворением На казанском престоле Мухаммад Амина И превращение ханства В российские протектора Иван Третий Смог уже формально А не только фактически Повысить свой государственный статус Выплата данных Казань была прекращена А московский государь Добавил в свой титул Формулу Ну, на этом канале Далее были ролики В которых поднималась тема В духе Эти русские нас угнетали Вот у нас были Такие-то восстания И тому подобное Вот нас там захватывали И прочее Я считаю, что подобные Речи Подобные Смыслы Когда они популяризуются Они же нацелены На определенные На достижение Определенных целей В частности Вызвать Развитие самосознания Народов России Нерусских народов России Спасибо большое, Никита Андреевич Хорошо, поставим Сейчас в очередь Наверное, мгновенных видосов Они Имеют своей целью Вызвать Развитие Самосознания Народов России Не на основе Любви К собственной культуре И развития Собственной культуры Культуры А на основе Противопоставления Себя Русским Как Вечно угнетающим Их Вечно угнетающим Их большинству Абсолютно То же самое Можно встретить У БЛМ У представителей БЛМ У них логика Та же самая То есть В плане развития Своей собственной Какой-то Негритянской культуры Они полны ноль Но вот В деле Выпрашивания Каких-то Компенсаций За прошлое И в деле Установления Виноватых В нынешнем Положении Негров Америки В прошлом В этом Они действительно Спецы И поэтому Мне кажется Что подобные Каналы Может быть Я конечно Не прав Хотелось бы На самом деле Верить Что я не прав В этом отношении Но подобные Каналы Если действительно Это так Как я говорю Они естественно Вызывают Такие чувства Которые Характерны Для представителей БЛМ движения В Америке Князь Полгарский В переписке Казанский хан Чингизид Стал называть Его братом То есть Равновеликим монархом А с падением Правящей Большой орде Династии В 1502 году Отпала необходимость Посылки Дания И туда А так же Прошение ярлыка Во время правления Василия Третьего У русского У государя Появилось новое Своеобразное обозначение Белый царь Современники Иностранцы Вдвигая Собственное толкование Его семантики Подчеркивали Что сами русские Не могли объяснить Его происхождение Принципиальным рубежом В повышении статуса Царя В глазах соседних Татарских правителей Явилось подчинение Казанского и Астраханского Ханств В середине 16 века В руках русских властей Оказались бывшие Ханские домены Включая царево место Руины сарая Что поставило прежнего Данника татар Как обретение Иваном IV Царского достоинства Отныне На тронных приемах При царе находились Три короны Московская Казанская И Астраханская Все династические Наследники улуса Джучи На протяжении 16-18 веков Постепенно были поглощены Русским государством И вошли в его состав Славянская культура Ассимилировала Культуру восточных народов В свое время Являвшись частью Золотардынской культуры Поглотив эти осколки Восточного менталитета Российское государство Само стоило близко Восточной деспотии С присущим ей Общественным сознанием Некоторые черты Дальнейшего историко-культурного Развития России Подтверждают это В частности Принятие этого статуса Империи Тяга к постоянному Увеличению своей территории Экстенсивное развитие В целом И так далее Исследователь Витфоги Так еще раз Золотардынской культуры Поглотив эти осколки Восточного менталитета Российское государство Само стало близко Восточной деспотии С присущим ей Общественным сознанием Некоторые черты Дальнейшего историко-культурного Развития России Подтверждают это В частности Принятие этого статуса Империи Тяга к постоянному Увеличению своей территории Ну это очень Это самый херовый аргумент Который мог привести Потому что В этом отношении Россия Была абсолютно Точной копией Византийской империи И следовало Европейской традиции Возносить себя К римскому наследию То есть считать себя Преемниками Рима То есть здесь Он абсолютно неправ Это самое слабое место В его аргументации Экстенсивное развитие В целом И так далее И собственно Даже колонизация Русскими Сибири И Дальнего Востока Она проходила Абсолютно по той же схеме Что колонизация Европейцами Ну например Северной Америки Следователь Витфогель полагает Что именно Татаро-монгольское нашествие Было тем фактором Который предопределил Не европейский характер Российской государственности Ну это бред Это бред конечно Живучий Живучий бред Живучий миф Но Тем не менее Татарское правление Отмечает он Было решающим Как в разрушении Невосточного киевского общества Так и в заложении Основ деспотической Государственности Московской И постмосковской России Друзья Обязательно напишите В комментариях Разговор На какие темы Вы хотели бы услышать В будущих выпусках Татар Сквозь время Ставьте мощный Татарский лайк И обязательно подписывайтесь На наш канал С вами был Ренат Хабибуллин Изучайте историю Ассаламу алейкум Сау был вас И до новых встреч Пока Так Окей Посмотрели А у нас он не был В списке